Вы смотрите Информбюро, продолжаем выпуск. В Туркестанской области массово гибнет скот. Жители винят в этом арендаторов посевных земель, которые вырыли вокруг своих паевых участков глубокие траншеи. Лошади, коровы десятками гибнут в этих рвах. Бахром Абдулаев выяснял подробности. Жители села Монтайтас постоянно чувствуют беспокойство за свой скот. Коров и лошадей едва ли не каждый день приходится вызволять из траншей, которые вырыли вокруг паевых пастбищных земель крестьяне. Глубина траншей местами достигает более двух метров. Скот, попадая в эти ловушки, гибнет летом от жажды, зимой от холода. Борьба за жизнь скота ведут круглосуточно, рассказывают жители. Но спасти всю скотину не удается. Эти траншеи засыпаны снегом. Лошади и коровы не понимают этого и, проходя, проваливаются. Я даже не могу представить, сколько тут сейчас под снегом лежит. Я только из пяти лошадей одной не досчитался. Где она, в какой яме лежит, я даже не знаю. Землю, окружённые траншеями, паевые и арендованные под сельскохозяйственные нужды. С арендаторами нам поговорить не удалось. Скотоводы обращались в Акимат с просьбой закопать траншеи. Но Акиму оказалось не под силу решить этот вопрос. Вы знаете, сельский Акимат ограничен в полномочиях. Мы все правоохранительные органы уже оповестили. Это было в прошлом году. Но тогда был объявлен мораторий, и поэтому они не смогли провести проверку. В этом году мы опять обратимся в уполномоченные органы. Рытьё траншеи, как оказалось, нарушает земельное законодательство. За это предусмотрен штраф до 43 тысяч тенге. К тому же арендатора заставят устранить правонарушение. В противном случае грозит изъятие участка в госсобственность. В земельной инспекции области обещали прокомментировать ситуацию после изучения материалов. Ну а пока фермерам советуют обратиться в суд, чтобы получить компенсацию за погибших животных. Бахром Абдулаев, Жан-Серик Бурамбаев, Информбюро, Туркестанская область. Ещё больше важной и интересной информации на нашем ютуб-канале Информбюро 31. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новостей.